Здарова, народ, приветствую вас на канале Парадею и Чилл. Да, это я. Поставьте лайк под это видео, напишите комментарий, подпишитесь на канал. Все будет круто, зашибенно, приятного вам аппетита и просмотра. Сейчас я тебе тут предложение буду делать. В курдюке, в кольцо лежит. В горле встал. В горле встал, ты что там? Ну не надо. Тут есть поперделица. Маргариты тут здравые. Маргариты здесь. А вот еще вроде можно. Здесь маргариты в рот и в жопу. Перед... Прикиньте, рассказывали официантам. Перед тем, как просто подать на стол сначала эту пиццу. Жестко. Все мои официанты, все коллеги официанты. Прихожу, он вот тот, кто обслуживает за стол, его прям там делали. После завода. Еще ты, когда сюда приходишь, так чуть-чуть тише начинаешь говорить. Не знаю зачем, ну просто так, как будто... Вот так вот и делаешь. Петротио. Петротио. Садись, Санек. Я так понимаю, вы поели и приехали поесть. Я только из дома поел и сейчас еще буду есть. Это правильно. Сам курить будешь? Кстати, стойте, кстати, нет. Вчера, если что, Илюха сигарету с нами курил. Один раз, одну затяжку делал. Не верю. Реально говорю. Ебать, у меня на самотраке прилетел. Еблана, сука. А ты хава? Да. Но ты будешь есть? Нет, я тушил по горлышкам. У меня две бойцы, две беню. У кого? Рис, курица и посадили. А ты был на фитнесе чего-то? Нет. Тренер говорил, что там горилыч мне прям печал в зале вышел. Так, мне надо еду выбрать. Гантели по 16 килограмм взял охуел. Я сока. Как называются вот бутерброды эти? Брускеты. Брускеты. Просто только на турецком языке воспринимаю меню. Маргариту тут. Маргариту мы сейчас будем. Маргариту с колой туда даже есть. Мы сейчас на четверых маргариту эту разбишем. Бруткомпот. Та самая привлекающая баночка компоту. Надо рад горелыч, что мы в ресторан поехали. Да. Когда за милой еде не рад. Тоже верно. Тем более после тренировки. Ну я не знаю. Ты только пиццу взял, да? Пока только да. Не знаю даже, брать ли что-то еще. Потому что пицца с помидорами. Ну если мы перегрузим живот, то тоже. Надо, надо, надо. Потому что мы перегрузим живот, потом. А у вас потом фитнес или что? Да, по плану. Построй свою бизнес-империю в лучшем симуляторе реальной жизни. Покупай автомобили, участвуй в уличных гонках, выбирай любой коттедж тебе по вкусу. Все это в мобильной игре Grand Mobile. Ну в центре живет. Так ты тоже. Да, если. Не, он так-то за трешкой живет. У меня пятна в центре. А вот парадейся в центре. Ну парадейся у нас. Самый богатый из хозяев. Лицо. Стык вон чрезвый, за всем белым. А на данный момент кто из вас богаче, Леха или ты? Леха. Леха все равно богаче. А, в обратном плане я. Я у Лехи беру в долг. Так нихуя себе. Должен. Должен, блять. Да вы еще помните мои слова все, и вы еще будем у Лехи в долг брать. Бля, оказалось, Леха самый тихий, но самый богатый, оказывается, из хозяев. Так мы все время об этом всем говорим. Как только Кабров уже пошил. Так у Лехи... Бля, вот никто не знает просто, что у Лехи просто десятки миллионов под подушкой дома. Под матрас. В Электростайлин купил 10 квартир все. Брат, 12. И там во всех. А, 12 квартир. И во всех прячет деньги. Во всех прячет деньги. А что у тебя телефон так нагревается? От твоей любви. Федрилья ты имел или? Нет. Федрилья. Слышишь, че? Слышишь, че? Закажи тут кисель. Какой еблан огромный. Тамам, тамам. Слышишь, че? Закажи. Да не тамам, тамам. Тоже верно. Слышишь, закажи тут кисель охуенные, не варят. Ты четыре раза еще пытался это сказать. Попроси ведро киселя, пусть принесут. Типа, ну ты говорил, что они вот эту настойку могут просто просить. Это тот самый в рот компот, так называемый. Прямо так вот. Припомните мои слова. Каждый пожалеет. Про я подписал. Одна маргарита, я съедаю полночаса. Не сможешь? Нет. Даже с корочками. Не сможешь. С корочками? Даже не притроньтесь. А ты сколько сел маргариты? Две. Так надо было, ты будешь же маргаритой? Не знаю, нет. Маргарин просто. Маргарин. Маргариту, возможно, третью. Я бы пачку маргарина съел. Четыре, еще две маргариты, короче. Кажется, вы по маргарите получали. Это горилочка, подвязала один съезд, блядь. Четыре? Не, я не такой уж голодный сейчас, на самом деле. Не знаю, почему. Горилочка, подвязала сейчас, кто больше маргариты съест. Полностью. Виталий, вот сайт был, все яблоки вот из этой банки. Сто процентов. Виталий, вот эти все помидоры оранжевые. Это что? Это апельсен. Помидоры оранжевые. Ну, не спелый. Вчера был завидел еле, ему официантка не хотела приносить лимонад со льдом, потому что он лед вытаскивает. Постоянно она... Да, да, да. Так ты такой же историей занимаешься. Она рассказала историю, он на тарелку вот такие 4 кубика льда там кладут, и он вот так из них башни выстроил, и руками вот так делал весь стол в воде был. Это в инвенте не рассталось? Да. Борябинский. Можно мне ведро льда, я просто хочу руки поморозить. Поморозить. И забирала эту башню, я ничего не принесла ему. Ты же мечтал на квадроцикле прокатиться. Да? На механике? Да. Больше как у меня пришли. Да? Только разбиться через секунду. А сколько там этих? Он медленнее. Да, да, да. Нет, он в нем меньше, чем у Стану. У меня просто двухтактник. А этот? Не заводится, пока. Не заводится? Сейчас я к Романовичу скажу, чтобы завел. Не, 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 не говори. Нет, я скажу, чтобы завел. Надо по горячим седам вовел. Просто, чтобы прогрелся двигатель, масло погонять. Просто приехать к Романовичу и поговорить, чем он занимается. Чтобы он вышел с грязными руками, вот как есть. Не, не слежку, просто приехать. Я всегда приезжаю, он всегда с грязными руками. Классика. Классика, Романович. Чего? Чтобы что? Ну да, лапа. Скажи, что? Просто лапа с чего, да? Просто по рукам дать? Не, не просто. Не, просто мне не спадать. Сначала просто дать по рукам. Вот это тебе передало стафету. Разбитие в роду. А стафета сейчас у тебя, как бы, твое право или принять ее, или отказаться? Отказываюсь. Принято. Пока не охота. Когда созрею, мужики, что-нибудь сделаем. А кому угодно ты следующему передал? Бородатых нет никого. Нет, ты можешь кому угодно в мире передать. Давай езду. Нет, ты можешь, чтобы Саня наперевнулся. Пацаны, но я заражу ебанута своей. Бородочки. У нас бородатых нет. Мелик мой поехал. Леха именно пока мы хаваем тут. Подсуетился. Я не знаю, кто с бородой у нас имеется. О, о. Это перекати поле. А, блядь, этот тополиный пух. Ты слышал Иванушки интернавшему гостю? Тополиный пух. Ну, я песня знаю, но не было такого, чтобы я вот, типа, так, говорил, что в хават родят. И тут, когда мы сидели на его день рождения. Спасибо. Спасибо. А можно на газу сидели, он просил, чтобы включили и спели песни. После чуть подвыпил, просил микрофон и сам исполнил. Не было. Тоже верно. Будь любезен, кинуть сюда. Руки поморозить. Тебе просто полстакана пены налили, а мне отстал. Ну, согласитесь, вот в этом рейсике ягунячий спокойный вайп. Да. Просто пиздеть. Настолько здесь расчеловка какая-то. Правда, спасибо. Да, да. А что, в ресторан тебе сродили? Нет, то, что он лёд кинул. Какой смайлик, чтобы вот, когда чил происходит, надо какой-то, чтобы смайлик был. Знаешь, вот есть эморжи, когда слюни текут? Ну, вот, да. Вот такой, мне кажется. Не-не-не-не. Не-не-не, просто так сказать. Который такой, типа, слюнявчик там. Нужно какой-то вот такой, чтобы, когда чил происходит, чтобы они тоже чилили. Сейчас я покажу. Ты вот думаешь сейчас, что это хлеб и помидоры, правильно? Допустим. Окей. Просто вот, ну, это бутерброд. Это бутерброд. Чисточком? Или, мне кажется? Не знаю. Я не готовил. Ну, просто вот, как будто самые вкусные помидоры, вот, ну, именно брускетта, с обычными помидорами, вот тут я пробовал. Ладно, ну, поделись. Ты не рассказывал никому, что Настя берегу? Нет. Ставьте класс и подвижись на канал. Парадеевич щил. Саша, что сладо, мол, у него рак бороды. Забрил, пришлось. Я просто не думал, что не сходи с лицом. Ладно. Не, на самом деле не специально. Фу, у тебя пахнет, у тебя пахнет. Ну, я был уверен, что пахнет. Дорами морем. Ну, да, такой, грязными носками. Морскими. Я смотрел, думаю, типа, ну, переехать, потом думаю, нахуй надо. Вожденька его хата в этом. Блядь, как называется? Дом на миговой. Митина? Митина. Откуда ты это был? Зимонтеев. Зимонтеев. Там вообще, там, мне кажется, аренды нету просто. Там была аренда, я помню, я был в аренду одной хате. Чел снимал там на крыше прям, типа, взят с крыши. Крутая хата. Типа, как объяснить? Ну, вот если дом вот так идет квадратом. С террасой, типа? Вот так вот. Квадрат поменьше. И внутри все это квартира, и вокруг всей крыши это терраса. И вот весь это вот это вот все место, это снималось за 4 тысячи, по-моему, в день. 120 тысяч. Для Ивантеевки 120 тысяч, ну, если так вы считаете, мне ебать. Я смотрел видос, где чел самую дешевую квартиру в России нашел. Что-то за 3 тысячи в месяц она сдается. И поехал в этот город. Ну, там какая-то вообще залупаевка. Там, наверное, вообще население 100 человек, наверное. Там, наверное, население вот эта квартира, только в той квартире взяла, и больше нет никого. Бля, 3 тысячи в месяц, блядь. Просто 3 маргариты. Хорошая аналогия. А мы будем много колеса покупать на компании? С колонкой? Да. И загрузим все вот на плечи друг друга вот так залезем. И все на одном. Куся, Куся первый стоит, и уйдет все. Я не смогу, у меня нога большая. Тогда я. Тут даже масло из золота. Это реальное золото. Так собирай. Сейчас вот так по всем столам пройтись, считай. Мне еще два не надо. Горилл, сейчас покушай, покушай. А вы сейчас взяли мадефаку на перформанс? Мжас, ебаная. Мжас. Чуть пицца не будет. Сейчас по сценарию смерть Влада. От пиццы. И заходит Влад с бородой. И говорит, Ялыч мой хозяев. Я понял, и он выходит в костюме повара. Типа это я готовил. Мне кожурка больше нравится, чем сама пиццу. Срезал? Типач, Владик сколько ест, вроде ребенок. Влад? Просто как мразь. Просто пиздец. Я понял то, что вот я бы, если с ним разрубился в поедании, он бы меня перейдет. Это растущий организм. Тебя? Разогрел. Разогрел. Как ты зарычал. Просто мразь. Тут аж сотряхнулось все, как будто. Просто нюржазика навалилось. Смотрит, смотрит, он горел. Львиный рык, пиздец. Я хотел легкую выносить. А вот так ты в гостях у кента сделал? Нет, это хуйня еще была. Я говорю, вот то, что когда-то, когда был мелкий в гостях, вот в раза в четыре гонщика. Говорит, смотри, львовка. Смотрели. Не услышали, как будто. Или сделали вид, что не услышали. Ну, по-любому на горилочи подумали, типа, самый здоровый. Я еще повернулся на Саню. Я просто выдал. Я не знаю, зачем ты так поступишь в жизни. Как ты горилочи? Допилай. Хуя. Меня шлют. Если духа хватит, пацаны, повторите кого-то. Я не смогу встать. Я еще громко радогнал. Если кто-то, кто-то, кто-то. Ясно. Это пиздец. Просто чудище. Просто Маргарита у меня в зубах сейчас вся. Ты не ел ее на зубы? Ты как бодриная рожа. Ой, бляма. Вот это блямба сейчас будет. Горилоч? Бля, Горилоч с такой темой маленькой такси, что... Горилоч, тот рык посвящаю тебе. Ну это почет. Будущему сыну. Брать не надо, это почет. В этом месте конкретно, мне кажется, никто никогда не делал этого. Ну, мало вер... Ну, кто... Нет, у кого-то могло... Послабее, может быть, да. Вылетит, могло. Но сейчас вроде шоу рекордов Гиннесса, именно в этом месте это рекордный. По децибелам. По децибелам? Ты привез, ну, тут нет такого, это ты привез. По кустам где-то ехал. Кстати, Роман же уже лодки чинит. Если лодки надо починить, то она починит. Мы вчера в Зарзе заезжаем, там это... Ламба стоит и лодка. Джетский обклеивается, понял? Я помню, слышишь, че? Короче, приносят вот эту хуйню, вот эта сумка. Я снимаю обувь, в ноги ставлю. Мразь. Бля, как вообще этот трюк вылетел, я не понял даже. Ты просто как лев, вот так. Ты еще выпрямился. Как бабушка учила. Как бабушка учила. Возу встал, рычать начал. Я еще как будто хотел на легкие вылететь, понимаю, что идет, и просто раскрываю. Чакру. Сейчас пепел увидел на сиге, вспомнил, как Илюха фоткал человека, говорит. И когда я его фоткал, у него вот была сига, вот столько осталось, и все остальное пепел. Он шел. Причем, он идет, ну, типа, он же ее не держит. Он говорит, я когда начал фоткать, она упала у него. А когда вы на цикл поедете кататься? Пацаны, вот просто ради прикола один раз попробуйте, два часа не разговаривать. А что, два, шесть? А, шесть. Типа мне, ну, уже погода кепку позволяет, но неудобно к кепке ходить, уже колпачно. Что, в головном уборе. Он еще припекает, солнышко, не? Придел. Дома, из-за того, что высоко, просто, типа, большая комната, вся в солнце, ебанутая печела. А мы сидим еще? Не, пойдем. Пойдем? Да. Кинулся, и поехали. Просто долго действует. Довольно подкатываем еще. Капы пропитанные снюсом. Это Лехе надо. Компот бери с собой. А? Компот с собой бери на выход. Я натрескался. До свидания. Я могу прокатиться? Ладно, ты будешь за колесик? Спасибо. Спасибо. Я вперед тогда. Ставьте лайки, пишите комментарии, подпишитесь на канал. Ну и сделайте все вот эти ютуберские штуки за то, что, ну, парни стараются, делают видосы для вас, для нас, для всех.